Прежде чем рассказать о том, что происходит сейчас в экотехнопарке, хотелось бы вспомнить, что было полтора месяца назад. А полтора месяца назад компания SkyWay только получила землю под строительство экотехнопарка. Сразу же были проведены инженерные изыскания, в которые входили инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы по подготовке участка к строительству. То, что месяц назад было, мы вышли на субботник, чтобы начать очистку территории от кустарника, от деревьев. Также была подготовлена территория для установки уникального ограждения, ведь практически каждый элемент экотехнопарка – это инженерное решение будущего, которое никогда и нигде до этого не создавалось. А что было две недели назад? Мы поставили первую стойку струнного ограждения и заложили капсулу времени. Это событие не могли пропустить инвесторы компании SkyWay, которые приехали на полигон и лично приняли участие в знаковом мероприятии. И даже внесли свой вклад в начало строительства. А вот что сейчас происходит у нас в экотехнопарке. Мы начали расчистить ту площадку, где будет анкерная опора, станция, куда стартует первая линия SkyWay. Это будет городская трасса, она пройдет в том направлении, километра 200 метров. Сейчас, строго по графику, мы видим, как идет строительство анкерной опоры. Ее длина составит 48 метров, ширина 12 метров. Высота железобетонной конструкции достигнет 10 метров. Длина закладки фундамента 3 метра. Поэтому это где-то половина глубины. Здесь еще продоль на балке, там будут траншеи вырыты, поставлена палка, арматура, а потом будет обетонировано. И фундамент уйдет еще дальше, это не вся длина фундамента, чуть будет длина. Над фундаментом будет плита «Беларусь», на ней будет нулевой километр. И это вот с той стороны, а трасса идет вот сюда. Параллельно со строительством анкерной опоры практически завершены работы по очистке территории от кустарников и деревьев. Трудно даже представить, что совсем недавно участок выглядел так. О том, что в экотехнопарке слово «эко» на первом месте, Анатолий Эдуардович не забыл. Ну, как мы и ранее обещали, мы растительный грунт, почву не выбрасываем, не сдвигаем в сторону. И потом это будет основой для гумуса, в том числе растительность, которая будет вырублена. Деревья, кустарники, они тоже пойдут переработать. И с него будет получен гумус. И сейчас поэтому это все оба соскодировано. Видите, сейчас выводится в Москву. Строительство с каждым днем набирает обороты. С каждым новым этапом, шаг за шагом, мы приближаемся к своей цели – созданию действующего экотехнопарка. Приветствую всех, дорогие друзья. Как видно, как слышно. Так, отлично, отлично. Но, друзья, мы не зря с Алексеем начинаем сегодняшний 13-часовой вебинар. Сейчас 20-часовой именно с новостей, с полей, как говорится, со стройки. Потому что, друзья, ради этого мы и работаем. И здесь как раз и видно, и действительно сейчас реально воплощается. И вот эта хроника, которая сейчас уже началась буквально на следующем или через вебинар, мы еще проведем обязательно такую историческую хронологию, где я покажу, как это делалось 15 лет назад. Ну, соответственно, полигоне в городе Озер, где тоже, где, собственно, и родилась сама технология, и с легкой руки и подачей Александра Ивановича Лебедя, тогда губернатора Красноярского края, который фактически поверил первый из таких больших чиновников, выделил из губернаторского фонда первые деньги и стартовала программа. И тогда первый раз мы увидели и ЗИУ, уходящий в небо, и дорогу Скайвей, которая именно появилась как ажурная конструкция в облаках, и Юницкий, который из изобретателя, одиночки, такого, скажем так, русского кулибина, стал превращаться в генерального конструктора, руководителя крупного проектного подразделения, потом которое стало заниматься производственными задачами, то есть изготавливать и устанавливать опоры. И сегодня мы видим активное это продолжение, и сегодня можно четко сказать, что цели и задачи, которые были продекларированы при создании компании, то есть почти 20 месяцев назад, они сегодня выполняются. Вот мы были группой директоров, мы проверяли финансовую отчетность компании, мы проверяли договора, заключенные на строительство, мы видели выполненные работы, и сейчас с уверенностью можно сказать, что все идет именно по принципу проектного финансирования, что мы привлекаем инвестиции для того, чтобы реализовывать проект, и сегодня, конечно, друзья-скептики останутся всегда, то есть даже мне тут вот сегодня пришло на почту письмо о том, что вы там имитируете деятельность, там наняли один экскаватор, три таджика, ну, кстати, скажу, Беларусь и таджиков невозможно нанять, это законом запрещено, там могут работать только беларусы, соответственно, имитируем деятельность, и поэтому обманываем и собираем, соответственно, деньги для того, чтобы там решать какие-то свои задачи. Но я хочу сказать, что, друзья, такие разговоры и такие скептики будут всегда, и сегодня вот тот, кто с нами, уже не первый день, не первый месяц, вы понимаете, насколько мне легко и радостно сегодня говорить о том, что мы дошли до той стадии, как сегодня, мы прошли стадию формирования конструкторского бюро, там 150 человек, формирование именно инженерной базы, когда надо было закупить оборудование, закупить программный комплекс, обучить людей работать, увязать все это в единые коллективы, которые выдают сегодня единую инженерную продукцию, потом увязать это уже по направлениям в конструкторские бюро, которые работают уже в едином центре, потом разместить это все на производстве, а это все сделано, потому что, друзья, у нас уже на октябрь месяц будет опять сбор директоров именно в Марьиной Роще, на нашем полигоне, где мы будем уже участвовать в установке первой опоры, и когда 25 октября у нас будет юбилейный форум, мы будем проводить именно совместную научно-практическую конференцию с конструкторским бюро, с компанией SkyWay, с зау «Струнные технологии», SkyWay Capital, SkyWay Invest Group, то есть это будет общий сбор всех сторонников проекта. Я могу сказать, что Анатолий Дуарович уже покажет и отчитается об установке первой анкерной опоры, и это, друзья, будет как раз и юбилейное событие, и отчет, и в то же время перспектива, что мы делаем. Поэтому, друзья, здесь сегодня, как я уже сказал, скептики будут всегда, но сегодня основной ответ тем, кто претендует на авторство технологии, потому что уже не секрет, что есть ряд бывших сотрудников, даже бывших партнеров, с кем работал и я, и Анатолий Дуарович Юнит, которые были в нашей команде, которые сегодня уже претендуют на то, что они строили озера, они делали полигон, и они являются авторами струнных технологий, и уже утверждение, это идет не один год в интернете, вот, соответственно, здесь я задаю вопрос, друзья, покажите хоть что-нибудь, что вы сделали за эти четыре года, кроме бла-бла-бла-болтовни и изливания зависти и, соответственно, таких скаркастических изречений и в интернете, и вживую. А мы, друзья, и здесь наша общая заслуга, надо понимать то, что сегодня происходит, каждый из вас в этом принимает участие, каждый. Потому что мы сформировали инвестпроводящую систему, мы создали работающий механизм, только благодаря нашей совместной работе сегодня живет и существует конструкторское бюро, платятся зарплаты, закупается оборудование, размещаются заказы на производстве, изготавливаются анкерные опоры, сегодня идет изготовление научных новых направлений, такие как мотор-колесо, сложнейшая система управления электродвигателями. И здесь я, кстати, я это уже упоминал, а сейчас, друзья, просто еще акцентирую внимание, что команда, которая сегодня работает по созданию мотор-колеса, а это резко снижает габариты и самих юнибусов, и, соответственно, скоростных модулей, которые будут, то есть юнилётов, и еще ряда конструкций. Так вот, это электродвигатель, который обладает уникальными характеристиками, которые находятся внутри колеса. Там сложнейшая система управления. Так вот, эта команда пришла из проекта «Ё-мобиля». То есть помните, что один наш... Я не сам попрошу четко ту градацию, которую я сейчас делаю. Один наш «Ё-олигарх» запустил «Ё-проект» с «Ё-мобилем», который «Ё-закончился». То есть здесь других... Это факт исторический. Но при этом то, что было финансирование, и вот этот «Ё-олигарх» собрал достаточно сильную команду, то потом, когда всё это «Ё-закончилось», то эти люди остались просто не у дел, не у работы. И я очень благодарен сегодня ситуации, которая развернулась, и то, что они пришли в конструкторскую, то, что они создали целое подразделение, потому что это уникальнейшее направление, которое идёт в общем проекте «Скайвэй». И как раз благодаря конструкторскому бюро Юницкого сегодня эти люди работают, они востребованы, и они делают уникальнейшую продукцию, аналогов которых просто нет нигде. Поэтому это тоже наша задача, и мы абсолютно уверены, что «Ё-проект» не закончится... Точнее, люди, которые пришли из «Ё-проекта», для них второе «Ё» сегодня не произойдёт. Поэтому здесь очень важные и очень серьёзные стечения обстоятельств, стечения судеб людей, потому что пришли конструкторы, которые работали в оборонном комплексе, создавали сложнейшие машины для перевозки ядерных ракет. Пришли те люди, которые работали на МАЗе, которые создавали и тягачи, и серьёзные. Пришли люди, которые работали на белорусском тракторном заводе, тоже с разными инженерными навыками и квалификацией. И сегодня все они работают на одну задачу, на создание технологии Skyway. И я могу сказать, что здесь ни у кого нет сомнений. И каждый раз, когда мы посещаем конструкторское бюро, когда мы видим, как делается, что делается, какие результаты достигнут, то здесь я могу сказать, что сомнений нет никаких. И как раз мы эту практику тоже вводим, что сейчас мы делаем пока для тех, кто является довольно-таки крупным инвестором, а особенно мы сейчас практикуем и создаём целую такую серию семинаров, конференций, именно микроконференций для небольшого количества людей, которые готовы инвестировать или которые намерены инвестировать крупные суммы, но им надо получить определённые знания, им надо убедиться лично в определённых решениях, надо познакомиться с коллективом, а зачастую, может быть, и лично с Анатолием Аршеменицким, для того, чтобы принять решение о инвестиции, о кодах в проект. И как раз вот первая такая, ну, скажем так, мини-конференция, первая такая встреча, не странно, является с гражданином Австралии, с тем, кто раньше возглавлял транспортный департамент Южной Австралии, это Роберт Хук, он в начале сентября, на следующей неделе приезжает в конструкторское бюро, именно для того, чтобы уже и лично убедиться, он там инвестор на небольшую сумму, он просто инвестировал для того, чтобы посмотреть, как работает система, то есть куда идут деньги, как это всё работает, то есть как работает информация, доведение, а он приезжает уже как партнёр для того, чтобы продвигать проект в Австралии, для того, чтобы привлекать уже крупных заказчиков, крупных акционеров, которые могут войти в адресные проекты по освоению месторождений с помощью технологии SkyWay в Австралии, и обсудить уже ряд созданий, ряда совместных предприятий, то, что транспорт для Австралии сегодня это проблема номер один, потому что Австралия, если кто не знает, это сегодня номер один в мире экспортер угля и железной руды. Соответственно, ещё и бокситов. Поэтому сегодня это серьёзное такое направление, и вот задача уже коллектива конструкторского бюро, задача Анатолия Дуаровича – это убедить, показать, и, соответственно, тут даже убедить не столько важный термин, который подходит, а просто показать, что делается, для того, чтобы люди дальше принимали решения. И я могу сказать, что это наша совместная работа, потому что это сработала наша структура, это Алексей, Светлана, который работает, ещё ряд людей, которые принимали в этом участие. То есть этот человек почти год созревал до того, чтобы вникнуть в проект, изучить, посмотреть. Опять же, у него были сомнения, что мы инженерно решим эти вопросы. Юницкий доказал и показал, что коллектив работает. Второе. Организационно, что будут решены вопросы с землёй, с финансированием, с договорённостью с властями. Решены эти вопросы. И когда начались уже полевые работы. И сегодня нет никаких препятствий, кроме работы инвестпроводящей системы, то, что от нас с вами зависит. Вот. Это как раз тот, ну, сейчас реально то событие, которое показывает, что происходит доказательное, именно формирование доказательной базы для людей, которые именно на профессиональном уровне, как профессиональные транспортники, как профессиональные управленцы. А этот человек ещё и был правой рукой, возглавлял при выборном штаб сегодняшнего президента Австралии. То есть это человек, который ещё и участвует в политике. То есть такие люди подключаются, работают. И вот как раз для них мы будем организовывать вот такого рода микроконференции, чтобы проводить, доводить информацию, полностью открывать, что делается, и, соответственно, чтобы эти люди подключались и работали дальше. Поэтому здесь уже для каждого из вас, если есть люди, которые интересуются, но им что-то не хватает, если надо для них более чётко довести информацию, то давайте, чтобы структура работала так, обращайтесь к тем, кто вас привёл в системе. Если этого недостаточно, чтобы для принятия определённого решения, обращайтесь уже к следующему звону. Обращайтесь к Алексею Суходоеву, обращайтесь ещё к нашим лидерам, которые есть. Недостаточно или уровень требуется для того, чтобы люди общались с первыми лицами. То есть через Алексея, через людей, выходите на меня, я буду включаться в эту работу и по скайпу, и по телефону, и будем назначать встречи. Недостаточно моего уровня общения. То есть если человек хочет серьёзно инвестировать и входить, давайте я буду организовывать встречи лично с Юницким, по скайпу, по телефону. То есть если того стоит, мы эту работу будем делать. То есть мы абсолютно открыты, абсолютно делаем. Естественно, что это должна быть определённая градация, и из-за 5-10 тысяч долларов мы это делать не будем. Но если речь идёт о серьёзных суммах, если речь о том, что люди действительно хотят серьёзно входить в проект, давайте мы всю эту работу будем организовывать, мы её будем делать, и, соответственно, всегда мы открыты для того, чтобы снимать все вопросы, чтобы у людей не оставалось сомнений. Но, друзья, это я говорю для тех, кто чувствует в себе барьер, потому что мы сталкиваемся постоянно с людьми, с нашими активными партнёрами, нашими активными, скажем так, людьми, которые в проекте, которые верят, которые горят, но они не могут донести эту информацию. И очень многие сталкиваются, что я инвестор, я работаю, ну, мои близкие надо мной смеются, мои друзья говорят, что я там вступил или опять связался в какие-то сомнительные вещи. Друзья, во-первых, это будет всегда, а во-вторых, мы шаг за шагом эту работу снимаем, мы шаг за шагом отвечаем на эти вопросы. И здесь, друзья, наверное, как человек, который с самого начала первого дня ведёт вебинары, когда мы вышли, ещё помните, вебинар вот с таким маленьким окошечком, когда мы говорили, что мы выйдем на строительство, мы построим первые опоры, первый полигон, мы сделаем демонстрацию. Это было, друзья, 20 месяцев назад. И каждый раз двигаясь вперёд, вы понимаете, насколько мне лично было тяжело тогда, когда мы говорили, что, друзья, 15 лет назад мы этот путь прошли, сегодня мы повторяем ситуацию, где надо опять собрать коллектив, опять сделать конструкторское бюро, опять разместить заказы, опять начинать строительство с нуля, потому что полигон был уничтожен в 2009 году после поддержки тогдашнего президента России, господина Медведева. Соответственно, это ответ опять же на все вопросы, когда нам задают вопрос, так, тут идут что-то споры из Сирии или из Алтая. Я как раз с границы Алтайского края и Кузбасса, из деревни Куздеева, это недалеко от города Новокузнецка. Так что я родился в Кузбассе, жил на границе. Так что вот я смотрю, кто-то активно обсуждает по поводу того, откуда я родом. Мама у меня живёт в деревне Куздеева, да. Это недалеко от Яльцовки, то есть как раз на границе. Так вот, друзья, в чём сегодня вопрос и почему, вот допустим, я очень с большим удовольствием смотрю вот эти репортажи с полигона. Мы с Алексеем сами принимали участие и месили бетон, как обещали на вебинарах, и лопатами бетонировали первую опору именно струнных ограждений, это струнно-инновационная система, потому что, во-первых, очень приятно быть к этому сопричастным, во-вторых, для меня это несколько новая ситуация, потому что ровно 15 лет назад мы проходили всё это с Юницким на полигоне в Озёрах, и, как вы заметили, наверное, те капсулы времени, которые мы закладывали, они были заложены на 50, на 100, на 50 и на 15 лет. На 15 лет это было моё предложение, я настоял на том, что надо везти, потому что, друзья, 15 лет назад мы закладывали первый камень в Озёрах, тут где-то даже есть фотография, я её показывал на вебинарах, если найдём, Алексей, если найдёшь, она где-то здесь есть у меня в списке, первый камень Озёра, ладно, неважно, так сказать, была здесь где-то фотография, первый камень Озёра заложили, так сказать. И, естественно, тогда мы были уверены, что через 15 лет в мире будет построено уже там не одна сотня тысяч километров, что эта технология пойдёт, что это самое. Сегодня 15 лет прошло, мы закладываем опять первый камень и опять закладываем капсулу к тому, чтобы обратиться к себе уже через 15 лет, чтобы понять, сегодня я чётко могу объяснить, почему 15 лет назад мы сделали и почему это не пошло, почему 15 лет спустя мы опять закладываем первый камень, и почему сегодня, я абсолютно уверен, что через 15 лет будет построена уже не одна сотня тысяч километров дорог. То есть сегодня у меня все эти ответы есть, и я чётко понимаю, что было сделано и что делается сегодня. И если, ну, скажем так, для нас и для понимания того, что, о, Алексей, спасибо, видите, это первый камень 10 марта 2001 года, то есть 14 лет назад, то есть скоро будет билей 15, нулевой километр транспортной системы Юницкого город-озёра. Кстати, когда этот полигон спилили, этот камень тоже куда-то утащили. Вот кому камень понадобился, вот так до сих пор понять и не можем, потому что его хотели всё-таки в музей Skyway, чтобы он остался именно как закладка первого камня того полигона. Вот, но спилили этот полигон, то, соответственно, этот камень тоже исчез. Так вот, друзья, сегодня основной ответ, то есть, естественно, что я задаваю эти вопросы, и у вас возникает вопрос, а почему же это не пошло, а почему же это не работало таким образом. Так вот, друзья, когда мы делали и построили, а мы жили и ночевали, то есть мы жили на этом полигоне, я типа там 9 месяцев, которые были там, участвовал вообще во всех этапах, мы целовали эту опору, мы катались все на этом зиле, который уходил в небо, и абсолютно были уверены, что очередь будет стоять от озёр и до Кремля, потому что эта технология востребована. После этого там побывали практически все чиновники, которые связаны с транспортом, строительством, мы проводили совместную коллегию МПС, Министерство путей сообщения, и Министерство транспорта, и Академии, и Инженерной Академии, там в Озёрах, мы всё показали, всё рассказали, и после этого была полная тишина, потому что дальше мы вошли уже в взаимодействие, скажем так, в конфронтацию с чиновниками, с интересами, с корпоративными интересами, с принятием решений о тех, куда распределять финансирование, и так далее, и так далее, и так далее, и закончилось это тем, что этот полигон вообще был уничтожен после того, как президент Медведев поддержал и дал команду Министерству транспорта выделить миллиард рублей, на тот момент, это более 40 миллионов долларов, на продление этого полигона и на демонстрацию уже скоростей хотя бы там 200-250 километров в час. После этого эта история была закрыта, и поэтому сейчас, когда нам задают вопрос, выходите ли вы на президента Путина, или выходите ли вы там на каких-то чиновников, мы всегда отвечаем, друзья, выходили, ничему хорошему это не привело, и не потому, что мы сегодня боимся, весь вопрос в том, что выходить и делать надо только тогда, когда реализовано. Медведев, вот вы помните ролик, который в интернете лежит на наших сайтах, когда Медведев посмотрел и говорит, а финансирование найдете? Вот, и как-то странно было на тот момент это слышать, когда мы пришли к президенту за поддержкой, за финансированием инноваций, и президент нас спрашивает, ну вот вы пришли, мне показали, а вы найдете денег? И вот это, друзья, произошло переломный момент, когда стало понятно, бесполезно к ним ходить, бесполезно у них что-то просить. Ходить к олигархам, это значит, ее проект, ее мобиль, ее результат, все. И мы это тоже проходили, и мы так это и называем всегда, что любой олигарх, который сегодня возникает, мы сразу говорим, о, ее клиент пришел. Все, то есть это сразу понятно, чем закончится. Это закончится большим ее. Вот, соответственно, ни с какими олигархами в этом направлении двигаться бесполезно. Вот, с чиновниками то же самое, но если в стране есть чиновник больше, чем президент страны, интересно на него посмотреть. Так вот, дошли мы до чиновника, там проходили промежуточно всех министров, проходили председателя Госдумы Грызлова, вот, соответственно, который тоже поддержал этот проект. Так вот, это все бесполезно. Так вот, не если бы, то есть в прошлое, если можно всегда применять, нельзя, если применять вперед. Поэтому, вперед мы применяем всегда глагол. Когда? То есть, а в прошлое можно говорить, если. Это тоже очень интересно. Так вот, сегодня, если бы у нас в 2001 году была инвест-проводящая система, которую мы отстроили сегодня, если бы у нас было 150, а к нашему форуму мы уже вполне рассчитываем приблизиться к категории 200-250 тысяч человек, а к концу года полмиллиона человек-участников проекта, по тем темпам, как сегодня идет прирост и вход в проект каждый день, это вполне реально, друзья, абсолютно реально. Вот, поэтому ту технологию, которую мы показали, и этот ЗИЛ бы побежал ЗИЛом, а прибежал бы Мерседесом, и не просто, а еще бы и с золотыми колесами. То есть, пытающихся инвестировать и показать, когда мы это все сделали, продемонстрировали, было бы очень серьезное количество. К сожалению, у нас все это в 2001 году не было. Мы финансировались деньгами Александра Ивановича Лебедя, мы финансировались деньгами ряда олигархов, ряда людей инновационного центра, которые были при ГАСС, в ГАСПРОМе, то есть, ребят, и, соответственно, когда было продемонстрировано и не пришли заказы, то этот проект просто само собой свернулся, а потом и из конкурентных соображений он еще и был уничтожен. Так вот, друзья, сегодня совсем другая ситуация. Мы с вами вместе создали систему, которая может сама себя защищать. То есть, 150 тысяч человек, это, конечно, не так много, как мы рассчитываем, но это уже и не так мало. Это уже люди, которые реально верят в проект, которые реально хотят его реализовать, которые каждый день участвуют в работе этого проекта. И это уже просто так нельзя вспомахнуть. Второе. Сегодня информационное открытое пространство, и мы четко показываем, как вы видите, все, что происходит на полигоне, абсолютная открытость. Все цели и задачи, которые мы сегодня ставим, абсолютная открытость. И, соответственно, ситуация, которая сегодня подошла, если начало 2000-х годов, это только девальвация рубля, резкий взлет цен на нефть, все в какой-то эйфории, и там просто не до каких-то инноваций. Сегодня, друзья, мы об этом еще поговорим, сегодня ситуация совсем другая. Наша страна, наша экономика стоит на пороге краха, потому что мы сегодня не имеем экономики, мы сегодня имеем зависимость от цены на нефть. И тут два слова надо обязательно об этом сказать, что прошлая неделя, помните, мы на вебинаре пригласили Игоря Романенко, молодой парень, блестящий финансист, он у нас финансист в нашей группе компании Skyway, Invest Group, вот, он очень интересный аналитик, вот, и, соответственно, он показал зависимость цены на нефть, доллары, тенденды, тренды, которые идут сегодня на мировых рынках, то, что происходит, как раз Китай тогда тряханула, обвал Казахстан обвалился больше, чем на 35% рынок, и, соответственно, показал, что происходит, и после этого, буквально через два дня, цены на нефть взлетают почти на 6%, соответственно, начинает крепнуть рубль, начинают какие-то слова произноситься, ну вот, дно достигли, наконец, начинается повышаться, все, так сказать, это буквально, вот, вчера, позавчера все опять рушится, нефть опять 47, 48, доллар, рубль падает, то есть, друзья, это показывает о том, что у нас нет никакой экономики, президент вчера выступая и отвечая на очень серьезные вопросы 11-го Паши, или Димы, мальчик очень интересно задал вопрос, почему у нас рубль так скачет, и почему он откровенно сказал, нам сегодня слабый рубль, выгодно, потому что цены на нефть падают, и для того, чтобы на каждое это приходило больше рублей, поэтому мы его спокойно отпустили, ну, спасибо, что хоть честно сейчас говорят, понимаете, а то, что у нас сегодня очень серьезная импортно-зависящая вещь, и это в конечном итоге инфляция, и это в конечном итоге приводит к тому, что мы с вами, друзья, сегодня изолируемся и уходим от мировой экономики, а второе, что большинство населения в этой стране, оно просто нищает, вот, поэтому, если кто этого не ощущает, то достаточно выехать за границу, вот, я, допустим, там, с семьей, вот, на отпуск ездил в Болгарию, вот, и я могу сказать, что в прошлом году и сегодня это небо и земля, у них ничего не поменялось, все те же цены, все тоже для нас поменялось, если раньше это были вполне приемлемые цены тех, кто приезжал из России, и мы видели, что, да, там, все более-менее доступной цене, то сегодня эта цена становится уже практически недоступной, потому что евро вырос в два раза, все цены автоматически выросли в два раза для нас, как для россиян, поэтому, ну, можно сказать, что не ездите за границу, все сидите здесь, езжайте в Сочи, ну, к этому, наверное, мы сейчас и подходим, и поэтому вся инфраструктура здесь, которая сегодня, дай бог, чтобы она дошла хотя бы до болгарской, до болгарского уровня, до болгарского сервиса, но это другой вопрос. Так вот, друзья, к чему мы сегодня подошли, и что сегодня реально происходит, и то, что сегодня мы видим. Минфин вчера объявил о том, что он прекращает трехлетнее планирование бюджета, а переходит на однолетнее планирование. Это говорит о чем? Долгосрочный прогноз даже три года, то есть долгосрочное прогнозирование, которое идет там в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Израиле, это планирование как минимум 15-20-30 лет. У нас было планирование три года, мы посчитали, что это много, потому что прогнозировать цены на нефть на три года сегодня невозможно. Это говорит о том, что такое понятие, как прогноз, такое понятие, как перспективы, цели и задачи, цели полагания на 3, 5, 10, 15 лет отсутствует напрочь. Я вам могу сказать, как человек, который занимается макроэкономическим прогнозом довольно-таки давно, я могу сказать, на очень довольно-таки серьезном уровне, вот, развиваться, развитие страны, развивать экономику, если она не ставит долгосрочные цели и задачи, невозможно. Поэтому сегодня мы видим полную зависимость от нефтяной иглы, и второе, мы видим полное неумение сегодня управлять и прогнозировать. Поэтому вот вчера была блестящая речь президента перед школьниками, когда он говорил про знания, про науку и так далее. Я готов подписаться под каждым словом, которое он сказал, и с другой стороны, когда рядом с ним, он, видим, в Сочи, там подтягивается и бегает еще один такой, этот самый, президент, бывший президент, а нынче предвесен, господин Медведев, я могу сказать, что если эти деятели, эти бойцы будут это реализовывать, то нас ждет очень неинтересное и очень непоспективное будущее. Поэтому, особенно сегодня, когда мы видим, что весь прогноз сводится, и бюджетное проектирование идет только исходя из той цены, которая есть, если вы помните наши вебинары в начале года, когда мы с Алексеем просто откровенно издевались над Минфином и Центробанком, который даже не рассматривал цену, и Набиулина это откровенно признала, что сценарий с 60 долларами на нефть они даже не рассматривали, когда проектировали бюджет. Они не то, что это не проектировали, это даже не рассматривали, то как интересно они сегодня себя чувствуют при цене 48. И сейчас они опять делают прогноз оптимистичный 60, то есть раньше не рассматривали, а теперь это оптимистично. И пессимистичный 40. У меня стоит вопрос, ребята, а 25? А 15? То есть при 15 вообще скажете, Минфин и Центробанк закрываются, в стране денег нет, нефть очень дешевая, экономика и страна закончилась. То есть вот к чему друзья они привели, и вот что сегодня реально происходит. И задается вопрос, а другие сценарии есть? А у вас другое какое-то видение есть? И сейчас что-то мне подсказывает, исходя из той аналитики, что сегодня ничего и никто сказать не может. Кроме того, что, друзья, нефть будет дешеветь, нам будет плохо, и третье, почему-то во всем этом только американцы. Вот, что все, Америка закрывает страну, и из-за Америки сегодня. Понятно, что они никогда нам друзьями не были и не будут. У них свои стратегические интересы, но 15 лет, когда вы сидели на трубе, сосали эту трубу, цена была на нефть 120, за 15 лет, можно было что-то подумать, что первое, это будет не вечно, это будет вся история экономики, и второе, а что вы будете делать, когда будет цена снижаться? Так вот, оказывается, об этом начали думать только сегодня. И пока в разумительных ответов, в разумительных сегодня слов, кроме того, что все, друзья, будет хорошо, у них нет. На эту тему в интернете уже есть классный анекдот, кстати, мне его рассказали сотрудники аппарата президента, причем такого серьезного уровня, вот чтобы было понятно, то есть, что эти анекдоты рассказываются на этом уровне, не только на уровне сплетен в интернете. Так вот, господин Медведев читает лекцию, это анекдот, читает лекцию перед студентами МГУ, и начинает рассказывать, что друзья, сегодня цена на нефть, вот сейчас она мне показывает 48,1, это ничего страшного, у нас хороший запас прочности, и мы при этом будем жить нормально, никто этого ничего не почувствует. Даже если цена будет 35, все равно будет нормально, жить будет хорошо. Даже если она будет 30, мы все равно будем жить хорошо. Тут из зала такой скромный, тихий голос, а мы, понимаете? Так вот, друзья, вот это как раз сегодня, судя по всему, и есть постановка вопроса, что цена на нефть и доступность или недоступность к тем ресурсам, которые она дает, сегодня делит всю страну на тех, кто находится у ресурсов и на всех остальных. Так вот, мы сейчас делаем, и то, что мы с вами, друзья, создаем, мы как раз обращаемся и делаем ко всем остальным, которые хотят жить в стране, в которой есть экономика, которые хотят сами своими руками создавать будущее для себя, для своих детей, для своей страны. И здесь, друзья, нам есть что сказать. Вот мы как раз с вами, те, кто своими руками, несмотря на скептиз, я думаю, что каждый из вас сегодня понимает, о чем я говорю, потому что вы все сталкиваетесь с неверием, вы все сталкиваетесь с насмешками, вы все сталкиваетесь со скептизом, который вам высказывают друзья, коллеги, близкие, которые говорят, ребята, этого не может быть, это полная ерунда. А мы, тем не менее, спокойно движемся, делаем и показываем. Ну, друзья, может быть ерунда, не ерунда, но опору мы вам оставим, подвижной состав мы вам пустим. На следующий год, в октябре, мы вам продемонстрируем три технологии одновременно, за это время мы запускаем адресные проекты, за это время мы привлекаем инвесторов, мы сегодня создаем десятки и сотни компаний, которые будут, может быть, друзья, это ерунда, но это то, что будет спасать Россию, это то, что будет спасать экономику. И те слова, которые мы запускали, говорили, что строй Skyway, спасай Россию, это то, что Миша Калантаров вел в наш оборот, я могу сказать, что сначала это был как сленг, как общее утверждение, потом это стало как утверждение к действию. Сегодня, друзья, к сожалению, это единственный путь, по которому он может двигаться, и сегодня это та программа, которую мы готовим и делаем. И все больше и больше количества уже и чиновников, и бизнесменов, и так далее, то есть вот мы сейчас создаем компанию совместную с одним очень большим олигархом, который знает Юницкого и меня уже там не один, ну там десяток лет, присматривается, делает, так вот только сейчас он пришел и сказал, я готов участвовать в проекте, реально готов участвовать. И это как раз результат нашей совместной работы, это то, что мы сегодня сделали и достигли, но, друзья, сейчас я передам слово Алексею Суходову, потому что он буквально через два часа отбывает в отпуск, вот отпросился он у нас тут на неделю, соответственно, но при этом должен еще, я Алексею напоминаю, он должен еще составить очень важный документ для всей нашей команды, для всей нашей компании, который завтра я уже буду обсуждать как раз с определенной группой товарищей. Так вот, это как раз ему время, пока в самолете будет лететь часов 10, будет чем... Так, не верим много, но мы-то верим еще как. Да, Светлана Дзержинск, правильно. Так вот, друзья, сейчас мы подошли к тому, что своими действиями, что своей работой мы реализуем, делаем и создаем систему, которая устойчива. И для нас сейчас очень важно, и как раз в сентябре у нас будут первые экзамены для нашей инвест-проводящей системы, когда мы должны ставить цель и должны инвест-проводящей системой финансировать эту цель. То есть мы сейчас готовим адресные проекты, и один из таких проектов, который там будет стоить порядка 3-4 миллионов долларов, вот наша система, задача его профинансировать, получить результат, и это будет как пилотный проект, который нам необходимо реализовать. И вторая задача, которая сегодня крайне важная, это не снижать финансирование конструкторского бюро, потому что они целиком и полностью зависят от той работы, которую мы с вами делаем. Если мы с вами прекратим концентрировать инвестиции для финансирования бюро, конструкторское бюро не сможет больше существовать, и, соответственно, это как кислород для его жизни. И этого, друзья, ни в коем случае допускать нельзя, но я могу сказать, что мы идем с постоянным ростом, то есть в этом месяце мы опять сработали очень хорошо, очень тут ни слова нет, потому что нас Юницкий всегда упрекает в том, что мало, и это действительно так, темпы должны быть больше, но на сентябрь-октябрь готовим очень серьезную программу, мы готовим очень серьезные акции, мы готовим несколько очень серьезных конференций, в том числе форум, для того, чтобы увеличить количество партнеров, для того, чтобы увеличить количество участников нашего проекта, которые верят и хотят участвовать, и как конечный итог, для того, чтобы люди хотели участвовать и инвестировать в проект. Так, Алексей, тебе слово, давай твою часть, я очень, как говорится, рад, что ты сегодня с нами проводишь этот вечер, а потом все-таки у тебя целая неделя будет для того, чтобы общаться только с женой. Давай, Алексей, тебе слово. Здравствуйте, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Да, собственно, все кардинально и быстро меняется, та логика, которую мы приняли буквально месяц назад, она очень сильно и серьезно все поменяла, она открыла широкие грани и возможности для развития нашего проекта. Причем, ну, сейчас мы только начали, непосредственно собираем чат по адресным проектам, Маргарита Медонецкая там уже написала по своим телодвижениям, то есть это замечательная женщина, которая как раз-таки инициировала первый адресный проект по Санкт-Петербургу, Полкова, Купчина, огромная титаническая работа была проделана, но самое важное, что она начала это делать и доказала, что это реально абсолютно любому человеку. И каждого из вас, мы желающего и именно совершающего конкретные реальные действия по продвижению адресного проекта, будем обучать, как это делать, но первое, что нужно понимать, адресный проект не будет развиваться, если нет лоббирования, связей, он не будет развиваться, допустим, нет лоббирования, но есть сетевики, есть лидеры, которые могут построить сеть. То есть построив сеть, ну, к примеру, 100 тысяч людей, то есть то количество людей в фонде, которые сейчас мы имеем, это неизмеримо мало по сравнению с планами и с тем, что будет. И 100 тысяч людей это должно быть в одном мегаполисе, таком небольшом, обычном городе миллионники. Я не говорю про Москву, там вообще 300-400 тысяч как минимум должно быть людей. И как раз таки нарастив критическую массу в виде поддерживающих именно участников, сторонников проекта, мы сможем добиваться именно признания этого проекта. И третий путь это именно финансирование крупными средними инвестициями. Но на данный момент, по моему мнению, и в любом адресном проекте примерно до этапа создания модели 1 к 10, когда на открытых мероприятиях будет презентация для света для высших и чиновников, и предпринимателей того или нового региона города страны, соответственно будет показана капитализация, будет показана окупаемость в первую очередь, то есть окупаемость адресных проектов по фитнес-эко направлению, это примерно если рассчитывать только билет, это 2 года, если рассчитывать 2-3 года, если рассчитывать билеты, все сопутствующие бизнесы, именно данные сферы досуга, сферы развлекательной индустрии, то это менее года, и это при невысокой цене билета, если стоимость билета делать соответственно повыше, то мы рассчитывали по Лондону проектом и так далее, и это можно достигать 8-9 месяцев, то есть очень высокая инвестиционная привлекательность, обоснование у нас будет тоже достаточно серьезным, потому что это будет делать КБ, и более того, как только инициируется адресный проект, если нет сети, должны появиться лидеры и формировать эту сеть, потому что не нужно надеяться ни на кого, в начале финансирования того или нового адресного проекта будет именно через сеть, только через народное финансирование, не нужно питать иллюзии, надевать розовые очки, потому что очень быстро их разобьете, именно ударившись о дверь очередного чиновника, уже за время участия в проекте и на конференциях меня водили по встречам, в Бишкеке хорошо помню, когда человек просто смотрел на время, когда же ему пойти домой, видите ли, уже заканчивался рабочий день и человек хотел домой, то есть ему не важно по сути, наверное, развивать транспортную инфраструктуру и повышать прибыль для городского бюджета, лучше пойти домой и поехать на замечательное озеро Иссыкуль, до которого ездить, к сожалению, на сегодняшний день 4-5 часов, об этом я рассказал в пресс-конференции с журналистом Бишкека, и именно фитнес-эко-направление, вот у нас есть слоган замечательный, мы объединяем мир, объединять мир наша работа, вот я бы добавил, точку поставил и потом продолжил, без конкуренции и борьбы, то есть мы должны объединить именно и направления, различные ниши, мы будем объединять именно в таком парковом направлении, которое сейчас разрабатываем в отельном, в университетском, потом это будет, потом это будет именно рекреационное, то есть именно не то, что спортивно-оздоровительное и так далее, это будет уже, ну, к примеру, я думаю, понятна рентабельность именно перевозки людей не с помощью городского пассажирского транспорта, а как именно панорамное развлечение, то есть мы наблюдаем панораму через какое-нибудь красивое озеро, либо через ущелье, карьер, который по красоте у нас превосходит Гранд Каньон в США, я не знаю, кто-нибудь если представляет именно поток и именно количество туристов, которые посещают Гранд Каньон, я сам очень желаю посетить это место, но я понимаю, что сейчас таких мест очень много, и вот мы с Сашей Мосиным обсуждали, только ему накинул Саша Мосин, это вот кто не помнит, такой бородатый парень, он сделал классный отзыв в начале в самом про то, как инвестировали он, его друзья с компьютерной графикой, этот отзыв получил награду в конкурсе отзывов, и парень действительно очень талантливый, перспективный, сразу подумал насчет Архиз Парка, то есть есть знакомые, как раз таки вот это непосредственно условие выполнено, что есть знакомые, есть возможность лоббирования, соответственно, Архиз, скорее всего это будет развиваться, также, я думаю, на Кавказе направление будет очень серьезно развиваться, что касается Челябинска, я думаю, что все очень ждут новости, сейчас пообщались, наш лоббист, пообщался Станислав с министром по экономике, то есть все, что от нас требовалось, от меня требовалось подготовить такой презентационный материал, немножко бизнес-план, даже окупаемость там рассчитана, по окупаемости только со стоимостью билета 200 рублей будет окупаемость 2 года, то есть если будет соответственно стоимость чуть-чуть, ну, выше ее нельзя будет делать, именно не только стоимость будет браться, а уже сопутствующие бизнесы, то есть это и продажа сувенирки, сувенирки и арендные площади на станциях, это и именно сеть питания, сеть развлечений, различные моменты, когда вас заснимают на аттракционах в современных европейских парках развлечения, это очень распространено, это продают за деньги и в музеях там, и это большая индустрия на самом деле, с мало по великому собирается достаточно серьезная капитализация, и окупаемость будет по моим расчетам, прикидкам, и я думаю, что это будет год, максимум полтора года в самом худшем случае, а в лучшем это будет менее года и возможно даже полгода. Есть у нас замечательный проект предполагаемый и потенциальный по каргоперевозкам, то есть грузоперевозке в Балилии месторождение Мутун, окупаемость там будет за полгода вложений до 16 миллиардов, но окупаемость полгода. И по паркам, несмотря на то, что кому-то кажется это, ну, сейчас говорим про парки, потому что задели уже эту сферу, начинаем прорабатывать, по паркам окупаемость в Европе может достигать 4 миллионов долларов в год. и это выводит сразу компании образованные в той или иной стране на самоокупаемость. Это будет договоренность, что большая часть именно прибыли идет на реинвестинг. Кто знаком с интернет-бизнесом, знает, что такое реинвестиции, инвесторы, думаю, понимают. И это будет идти именно на капитализацию, не капитализацию, а финансирование, если вдруг финансирование еще не закрыто, корневой технологии, потому что корневая технология это основополагающая задача, которую мы с вами должны выполнить. И вот продолжим по Челябинску. Министру по экономике все донесли, министр по экономике сказал все супер, замечательно, и я буду от Станислава добиваться того, что это будет как-то запечатлено документально, что подтверждение есть. Нас перенаправили на отдел департамента институционного развития, агентства институционного развития города Челябинска. Добро и сейчас уже по моему приезду будет общение с конкретными людьми, то есть с конкретными ключевыми людьми. И поверьте мне, если бы не было этого мостика в виде именно на добрых началах сейчас продвигаемого, продвигающего нашу идею замечательного парня Станислава, то ничего бы этого и не было по-челябинску. Проект невозможно было реализовать, потому что связи есть у кого-то генерал знакомый, у него губернатор вроде как знакомый, нужна конкретика, дамы и господа. То есть если не будет конкретики по лоббированию, то скорее всего проекта тоже не будет. Соответственно эти ниточки, эти мостики, как вот я очень люблю фильм «Елки», эту теорию рукопожатия нужно использовать и находить вот эти вот мосты, которые нас свяжут и позволят реализовать проект. То есть первые шаги, ну как Маргарита Медонецкая называет их нулевые, они пройдены по-челябинску, то есть составлен такой мини-бизнесмен, окупаемость показана, писательная часть, и более того по паркам без проблем это будет дублицироваться, то есть эта вся канва описательная она уже есть, вы можете смело думать и инициировать по паркам в ваших регионах. Кого нет в чате адресных проектов, у кого есть реальное желание, реальные возможности, реальные силы, потому что это будет отнимать очень много сил для движения по адресных проектах, то соответственно рекомендую добавиться, сейчас контакты дам, написать мне на почту, потому что сейчас в отъезде буду, и продублировать на скайп, что хочу добавиться в чат по адресным проектам, это будет жесткий отсев, сейчас ну так скажем становление этой структуры, то есть это именно структура отходящая от департамента планирования и стратегического развития, возглавляет который Сергей Анатольевич Сибиряков, я являюсь заместителем Сергея Анатольевича Сибирякова в этом департаменте, и как раз таки вот направление адресных проектов это стратегия, если бы мы не создали направление адресных проектов непосредственно по фитнес-эко-транспорту, легкому прогулочному транспорту, то скорее всего можно сказать, что сейчас многие проекты Челябинск-Екатеринбург, Терса-Лондон и так далее, они стояли бы в графе красной. С запуском личного кабинета с течением времени вы увидите даже такую градацию. Я предложил Андрею, он принял Ховратову именно светофорная градация. То есть мы будем показывать все проекты, которые мы будем инициировать. Но какие-то проекты, допустим, Терса-Лондон, Челябинск-Екатеринбург, мы обязательно их реализуем, но все развивается поступательно. Невозможно построить, допустим, аквапарк в новом строящемся городе, когда не создана вообще инфраструктура для жителей. То есть просто многоэтажки элементарно не выстроены, не выстроена сеть питания, сеть оптовой розничной торговли. То есть не создана инфраструктура. И как раз таки инфраструктуру нужно начинать создавать с малого. Мы начнем создавать инфраструктуру транспорта второго уровня, готовые именно услуги, действующие рабочие решения именно с легкого прогулочного транспорта. Это стратегия, которая сейчас оказывается даже по именно потребности в адресных проектах и интересах к ним оказалась гипервостребованной. и собственно мы этот курс будем постоянно корректировать, потому что мало развернуть от айсберга. Айсберг сейчас будем так в кавычках иметь такие вот глобальные проекты, потому что сейчас я продолжал бы работать по Челябинске-Катеринбургу настырно, стремительно, невзирая на какие-то фразы, что ребят, не лезьте туда, потому что уже выдает первые транши внешэкономбанк, потому что китайские банки там уже двигаются, потому что китайцы просто элементарно будут строить и вас туда не пустят, то соответственно могли бы быть определенные последствия как и непосредственно для движителей подобного рода проектов, так и для рейтинга компании нашей в целом. То есть нас бы заметили, поняли бы, что мы начинаем замахиваться на что-то очень сладкое и дорогое и соответственно начали бы хлопать по голове. Это никому не нужно, сейчас мы будем двигаться без конфронтации, без борьбы, абсолютно логично, просто в сфере развлечений, но тем не менее капитализируясь, сначала это будет миллионы долларов, дойдем до десятков, сотен миллионов и очень легко и просто по щелчку пальца будем запускать далее, никого не спрашивая, адресные проекты уже грузового транспорта, городской пассажирский покажет время, нужно это или нет именно в существующих городах, в городах нового типа, линейного типа это обязательно нужно будет, но вполне возможно и Сергей Анатольевич вам сейчас поведает, что скорее всего в современных городах логику своего развития найдет как раз-таки легкий прогулочный транспорт и с этого начнется сеть Транснет, единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная и даже социальная всегда повторяю сеть в современных городах. Будут новые города, но современные города также нужно облагораживать, как сказал наш активист Ануш, мы не создаем новую экологию, мы ее преобразуем и реанимируем, то есть мы именно используя старое создаем новое. Благодарю за внимание, с вами Алексей до скорых встреч через неделю. Всем пока. Алексей, большое тебе спасибо, удачи тебе в твоем путешествии, в твоем отдыхе, но еще раз напоминаю, что завтра от тебя вся команда ждет очень серьезного документа, который мы все будем дальше продвигать и обсуждать, то есть промокод будет обязательно. так, и здесь тогда, Алексей, можешь показать тогда вот те станции, которые мы сегодня обсуждали в обед для демонстрации, то есть это открытая информация, которая идет из проекта по Санкт-Петербургу, и соответственно эскизы и наброски, которые мы делали для вот этих эко-смарт-каров, это самое, вот в своем бюро, то есть чтобы вы, друзья, просто привыкали, уже смотрели, что основная задача, которую мы сейчас делаем и что очень важно, мы сейчас это делаем согласованно и с конструкторским бюрою, и с Анатолием Дорчим Юницким, что мы сейчас путем работы и выстраивания именно структуры сети и партнерских отношений к большим количествам людей из регионов, из городов, из различных городов мира, вот, друзья, вот станция, видите, какая-то все красота, это как раз городской транспорт, который будет продемонстрирован через год на Марьиной Роще, а то, что будет делаться как легкий транспорт, это просто будет еще, это будет составная часть, это будет упрощенная, облегченная, очень простая система, которая будет намного дешевле и проще, чем вот эта городская, это полный аналог петро, это полный аналог городского транспорта, то есть это полноценный городской транспорт для перевозки сотен тысяч пассажиров в сутки, а то, что мы сейчас делаем, это не транспортная ниша, и почему мы сейчас говорим и делаем, вырабатывая стратегию, как мы ее называем, Джобса, то есть это стратегия, когда мы создаем рынок сами, что мы сегодня с помощью технологии второго транспорта, второго уровня, можем создать новую индустрию развлечений, то есть новую индустрию фитнеса, занятия спортом, велоспортом, потому что сегодня очень много людей, которые с удовольствием бы катались на велосипеде, крутили бы педали, на свежем воздухе, но сегодня в городской инфраструктуре в Москве это просто невозможно, ну начнем с того, что 9 месяцев в году здесь неприемлемые для велосипеда условия, то есть снег, холод, дождь и так далее, и второе, инфраструктура, она постоянно пересекается с транспортом, с пешеходами, это просто опасно для жизни, и сегодня, если у нас выйдет на улице десятки тысяч велосипедистов, то это просто будет опасно для жизни, и вот мы сейчас общаемся, и у нас целая команда сегодня, которая продвигает и согласовывает этот проект с мэром Лондона, это с Борисом Джонсоном, соответственно, он сам активный велосипедист, это единственный мэр, чтобы понятно, из европейских городов, которые работают на велосипеде, вот, соответственно, тоже были инциденты, когда даже премьер-министр сталкивался с автомобилем, то есть, когда он едет в сопровождении охраны, и так далее, и так далее, и то, насколько неподготовленная инфраструктура, так вот, когда мы говорим, что мы позволяем, делаем возможным сегодня тысячам, десяткам, сотен тысячам людей передвигаться на велосипеде, а причем, чтобы было понятно, что эко-мобиль, как мы его назвали, эко-смарт-кар, он будет передвигаться не только на тяге человека, который вырабатывает, Алексей, поставь вот наши ролики, которые, не наши ролики, а наши эскизы, где у нас есть под весной наш велокар, и который стоит на рельсе сверху, вот, соответственно, чтобы вы визуально понимали, что, то есть, вот, друзья, но это сделано на фоне Дубая, то есть, мы первый проект готовили для Шанхая, для Дубая, то есть, ну, чтобы было понятно, что это капсула, в которой, видите, сидит пассажир, который крутит педали, соответственно, еще и может руками помогать, то есть, энергию вырабатывает не только педальной тягой, но еще и рычажной, соответственно, этой энергии достаточно будет, чтобы двигать этому смарт-кару со скоростью 100-140 км в час, соответственно, схема здесь выработки электроэнергии, зарядка конденсаторного аккумулятора, аккумулятор питает электродвигатель, соответственно, если вы крутите педали, значит вы вырабатываете электроэнергию, значит соответственно, вы меньше тратите энергии и дешевле для вас проезд, если вы едете полностью на электрической тяге, Значит, просто проект несколько дешевле. А, соответственно, так как это абсолютно безопасно, то есть управляет автоматикой, они не могут столкнуться, они не могут кого-то обогнать, они не могут, это все идет движение через компьютерное управление, соответственно, вы спокойно крутите педали, при этом здесь есть очень быстрый интернет, значит, вы можете при этом быть находиться в интернете, общаться по скайпу, либо там смотреть новости, либо еще все что угодно. Поэтому это абсолютно такое новое направление в велодвижении, то есть при этом, соответственно, энергия от нуля до ста процентов может вырабатываться вами самими для движения. А сегодня, то есть я не раз это уже, если выключится свет, Светлана, здесь как раз я говорю, что он питается не от внешней сети, он питается от аккумулятора, который находится внутри и который вы сами заряжаете. Поэтому, если вы хотите сказать, что неожиданно сядет аккумулятор, аккумулятор неожиданно сесть не может, автоматика, если понимает, что у вас разряжен аккумулятор, она сама вас приведет там, где он заряжается. Соответственно, вы в другое место поехать не можете. Поэтому сейчас в чем стоит вопрос, что мы утверждаем, что даже в современных городах, которые есть, когда будет наложена сеть экотранснета, когда будут десятки и сотни тысяч людей перемещаться одновременно, то снижение даже топлива для передвижения будет настолько существенным. Вот я вам приведу пример, чтобы вы понимали, насколько это серьезное сегодня утверждение, насколько это серьезные цифры. Я живу в 24 километрах от Москвы. Значит, если двигаться со скоростью 100 километров в час, значит, 24 километра я буду проезжать за 15 минут. Соответственно, это очень небольшая скорость для нашего эко-кара, потому что он может двигаться быстрее 100 километров. Значит, соответственно, я за 15, ну пускай 20 минут могу свободно доезжать на эко-каре, и, соответственно, если дальше сеть, ехать в город, если нет, то он будет ехать обратно, или там останется, я буду ехать дальше на метро. Так вот, сегодня я еду на автомобиле, который сжигает 10 литров на 100 километров, а если я стою в пробке, значит, он сжигает все 12 литров. Соответственно, неважно, еду я один, а я в основном езжу один, либо я еду с кем-то, автомобиль сжигает эти 10 литров. Иногда есть моменты, когда я еду эти 24 километра по 2, а иногда по 3 часа. То есть я сжигаю 30 литров бензина для того, чтобы проехать 24 километра, которые на веломобиле я бы мог преодолеть спокойно, не используя вообще никакой энергии. То есть понимаете разницу? 30 литров бензина и энергию, которую я могу выработать сам. Второй момент. Сегодня благодаря тому, не благодаря, это неправильное слово, из-за того образа, который мы сегодня ведем, то есть очень интенсивный проект, большое количество встреч, мы очень много ведем с Алексеем и встреч в интернете, и совещания и так далее. Сегодня времени на то, чтобы заняться спортом, это значит, либо надо ее оторвать от семьи, от общения с ней, либо от сна. От сна можно отрывать время, но и уда. От детей отрывать время тоже очень тяжело. Приходится жертвовать фитнесом, приходится жертвовать спортом. То есть сидишь в основном либо за компьютером, либо за рулем. И то за рулем мы сегодня уже подводим к тому, что я очень много совещаний по интернету провожу уже сегодня, находясь в автомобиле. Соответственно, когда меня подключают через мобильный телефон к конференции в Скайпе. Так вот, друзья, я могу сказать, что я вот на себе могу сказать, мне катастрофически не хватает занятиям спортом. Просто катастрофически я бы сегодня с удовольствием занимался. И это как раз проблема сегодняшней цивилизации. А платим за все, друзья, мы говорили, за грязную воду, за грязные продукты, за грязный воздух, за незанятия спортом. Платим мы за все, друзья, своим здоровьем. И сегодня переломить эту ситуацию очень и очень сложно. То есть очень сложно поменять сегодня образ жизни. Очень сложно выкроить время для того, чтобы... Хотя это, конечно, необходимо. Особенно, когда с отпуска возвращаешься, где ходишь только пешком, где много физической нагрузки, то после этого, конечно, особенно начинаешь понимать, что без физических нагрузок просто жить невозможно. Организм работает крайне плохо. И это прямо ощущается. Так вот, друзья, когда будет возможность, перемещаясь, при этом еще и спокойненько крутить педаль, это не говорит о том, что надо крутить и двигаться, как велогонщик, а спокойно, в свободном режиме, перемещаясь и при этом и получать физическую нагрузку, и перемещаться, и при этом вырабатывать электроэнергию, и при этом дешевле платить за проезд, но это, друзья, я считаю, очень количество серьезных плюсов для того, чтобы эта система пошла. И мы сейчас получили огромное количество союзников в Европе, особенно в европейских городах, и среди зеленых, то есть те, которые просто увидели в том, что мы делаем новый проект. И сегодня у нас много сторонников, тех, кто занимается туризмом, и именно туризмом в крупных городах. То есть это тоже очень интересное направление. Вот как Саша Мосин и вот то, что сегодня проект Архиз, где вот в этих красивейших местах, где можно будет перемещаться и делать, и еще и делать там туристическую инфраструктуру для того, чтобы... То есть это, друзья, новый горизонт, это новые ниши, которые сегодня открывают струнные технологии Skyway. И мы, естественно, будем сейчас реализовывать, запускать, и это целое новое направление, то есть мы его сейчас разрабатывали нашим отделом стратегического, департаментом стратегического планирования. Мы довели его сейчас до уровня проектов, и самое главное, мы сейчас выходим на реализацию конкретных уже проектов именно с использованием этой технологии. И Алексей вот непосредственно инициировал, запустил проект в парке Гагарина «Поехали». Вот, соответственно, у нас Арман сейчас инициирует и делает очень интересный проект в Лондоне, в Хайт-парке. И Анушиас в Анталии, в Турции прорабатывает вопрос и связанный с туристической трассой, и студенческой трассой от студенческого городка до Анкары, там где-то около 12 километров. То есть, друзья, сейчас вот я занимаюсь проектом, веду активные переговоры по созданию такого экопарка на территории МГУ, то есть тоже с проектированием и снижением первой трассы. И я думаю, что еще в этом году мы договоримся о строительстве первого опытного участка на территории МГУ. То есть это, друзья, активно работа идет, мы ее продвигаем, делаем, будем вам показывать. И это как раз все идет в параллели со строительством полигона. Поэтому это ни в коем случае не подменяет, чтобы не было... То есть у нас уже были вопросы, что что-то либо подменяется, либо замещается. Нет, друзья. Это все развитие технологии SkyWay. Это все развитие проекта. И все деньги, которые приходят и в адресные проекты, и те деньги, которые приходят в корневую технологию, они все идут на развитие проекта. Просто это сегодня еще одно дополнение, которое мы сегодня активно двигаем, активно развиваем. И что самое главное, это сегодня не встречает противодействия, а наоборот поддержку на всех уровнях. И как раз вот это эко-фитнес-тревел, ну там попуристическое направление, оно сегодня то, что наиболее свободно и понятно входит в сегодня... И наша задача сегодня построить, приучить, показать, что это очень интересно, что это очень экологично, очень эффективно. И, соответственно, окупаемая мы с точки зрения бизнеса система. И дальше уже продвигать и завоевывать. И, друзья, тут я могу сказать, что весь мир, когда это поймет, будет ездить на эко-карах, которые будут крутить педали, которые будут при этом еще в отличном интернете. И поэтому, друзья, то, что мы делаем, это востребовано всеми. И то, что оно изменит и сделает всю нашу жизнь к лучшему. И, соответственно, это ответ очень многим скептикам, которые сегодня говорят, у вас не получится. Вам будут мешать. Здесь говорят, да, действительно, мешать будут и уже мешают. Мешают завистники. Потому что, я думаю, что многие из вас понимают, что то, что у нас получается, у некоторых просто вызывает сегодня скрежет в зубах и ненависть. Из-за того, что они не смогли этого сделать, а мы это делаем. Второе. Это вызывает... Потому что, когда в Литве мы получили землю и начали проектировать полигон, а Сименс там пропихивал свою скоростную систему через Прибалтику, на которую через Евросоюз он получил 25 миллиардов евро. Естественно, что такая конкуренция, которая показывает более дешевую, более качественную, безопасную систему. А у них за прошлый год три аварии смертельными случаями на скоростном транспорте. Соответственно, все это вызывает серьезное и противодействие, и конкуренцию, и вообще очень много препятствий для развития проекта. Поэтому мы идем во многих направлениях и задаем вопрос. Друзья, к велосипедам претензии есть? К экопаркам претензии есть? Нет. Тогда мы начинаем делать, проектировать и запускать бизнесы, связанные именно с фитнес и тревел, то есть спортивно-оздоровительные трассы, которые будут в экологически чистых местах, в экологически чистых зонах, и которые будут решать очень много таких вопросов. И это, друзья, просто как одна из стратегических линий продвижения проекта. Все направлено на то, чтобы SkyWay развернул крылья, чтобы SkyWay получил одобрение и желание появляться во всех регионах. И это, друзья, как в свое время сотовый телефон, как мобильная связь. То есть, когда стало очевидным, что это очень удобно, что это надо всем, и это доступно для всех, то сегодня мы имеем развитие сотовой связи, мобильного интернета, только потому, что это, друзья, удобно и надо всем. Так, что-то Петр, Москва, я не понял. Что прямо, какой велокар, это что, прогулочная трасса для велосипедов? Не понял фразу, которую Петр сказал, но, в общем-то, наверное, на все вопросы я здесь, наверное, ответил. Да, тут я смотрю, уже активное обсуждение идет. Ну, думаю, в общем-то, понимание, скажите, какие акции у нас сейчас, обычные или привилегированные, что обычные, а потом выяснилось, что привилегированные. Несите ясность по данному вопросу, заранее благодарен. Друзья, здесь этот вопрос относится только к тем, кто покупает акции через фонд Skyway Invest Group. То есть мы договорились таким образом, чтобы защитить интересы тех, кто приходит акционерами в Skyway Invest Group, что за акциями Skyway Invest Group будут закреплены именно привилегированные акции компании Евразия Нравил Skyway. Почему для нас это очень важно? Это стопроцентная гарантия, что мы будем получать дивиденды. И именно дивиденды не те, которые показывает компания, а те, которые рассчитываются из оборота. И это как раз наша совместная юридическая работа, когда для того, чтобы защитить максимальные интересы наших тех, кто приходит и тех, кто включился в программу через нашу инвестиционную группу, для того, чтобы они были максимально защищены. Поэтому здесь разницы по доходности, разницы по эффективности и юридической защищенности этих акций нет никакой. Просто с точки зрения вашей защищенности и именно коммерческой стоимости этих акций и именно получения дивидендов, привилегированные акции, это более, на наш взгляд, сегодня защищенная форма. Есть какие-то результаты? Да, результаты очень серьезные в Болгарии есть. Там у меня есть друзья, очень серьезные бизнесмены, которые там и являются лоббистами на уровне президента, на уровне премьер-министра. И там есть сейчас очень много проектов, с учетом, что вся туристическая индустрия Болгарии сегодня, естественно, просажена, потому что с увеличением курса евро количество туристов из России, стран СФНГ, ну, там, Украины, Молдавии, соответственно, Белоруссии стало ехать намного меньше, вот, соответственно, они стали искать проекты, как увеличить привлекательность. И когда я им стал рассказывать и показывать проекты, связанные именно с экокарами, когда можно очень быстро от побережья, там, за 20-30 километров сразу перемещаться в горы, то можно делать очень интересные проекты, где делать очень такие серьезные мини-отели бунгало в горах, а в горах, как вы понимаете, особенно летом в Болгарии, когда жаркий сезон, там все равно ночью даже температура не опускается ниже 30 градусов, и очень некомфортно, то есть либо под кондиционером, либо просто вот в этой духоте. А комплексы туристические, которые могут быть в горах, они могут давать несколько уникальных услуг. Вы живете в горах, пишете горным воздухом, вы находитесь в горных пейзажах, с помощью вот такого очень легкого экокара вы в течение 20 минут оказываетесь на побережье, на пляже, вы можете купаться в море, там, пользоваться всей морской инфраструктурой, потом в течение 20-30 минут вы возвращаетесь обратно, там, 30-35 минут, возвращаетесь обратно в горы, и, соответственно, сочетаете несколько таких уникальных вещей. То есть это прям проекты, которые очень интересны. Ну и, соответственно, вдоль этих трасс сразу вся земля и сразу вся инфраструктура становится очень... Так, другой, подробные и привилегированные обыкновенные акции. Друзья, вот посмотрите вебинар Виктора Бабурина, он вам там все четко описывает, это есть и на сайте компании, и на наших сайтах. Вот, то есть я не буду за Виктора Бабурина, скажем так, сегодня отвечать на эти вопросы, потому что более профессионально и качественно, чем отвечает он, я, наверное, все равно не отвечу. Так, в ВЛК будут адресные проекты, обязательно будут, как раз через личный кабинет у нас и будет с вами общение, мы будем размещать проекты, мы будем доводить о них информацию, и будем вас приглашать именно в проекты, которые, на наш взгляд, сегодня наиболее интересные. И, как Алексей сказал, мы вводим в систему светофорную, то есть красная зона, оранжевая зона и зеленая зона. То есть проекты, которые входят, сразу будет видно, что он находится в высокой зоне риска, значит, соответственно, туда инвестиции будут давать максимальные дисконты, максимальную прибыльность и максимальный эффект, когда реализованы, но они наиболее рискованные для движения. Соответственно, в зеленой зоне это проекты, которые уже имеют инвесторов, которые уже на выходе, но, соответственно, доходность и, соответственно, венчурная составляющая, как премия, которая будет заинвеститься, она будет значительно ниже. И здесь, как раз, друзья, чудес не бывает. Выше риск, соответственно, выше доходность. Нет риска, значит, соответственно, доходность низкая. Так, промкод пошел. Да, промкод пришел. Будет ли проект работать на Кипре, есть выход на правительство? Ну, с Кипром мы вели, во-первых, Кипра там два, один северный, другой южный. Мы вели переговоры с Южным Кипром, соответственно, с правительством даже землю там предлагали. Но, опять же, весь вопрос, как сказал Алексей, друзья, все сейчас в ваших руках. Кто готов двигать, кто готов организовать презентацию, лоббирование проекта, пожалуйста, мы готовы обсуждать. Более того, у нас заложена система, тот, кто инициирует и тот, кто лоббирует проект, он просто получает сразу существенный пакет акций в этом проекте. Очень существенный. Вот, поэтому это премия для тех, кто может будет продвигать эти проекты. Поэтому дальше предусматриваются очень большие пакеты для тех, кто будет управлять. То есть для менеджмента, которым опционом будут выписываться акции этого проекта. Но, естественно, что они доступны и они будут реализованы людям. То есть они их получат только тогда, когда проект запускается. На стадии запуска, естественно, это все только опционы, это все только будущая прибыль. Поэтому здесь, друзья, мы и призываем, и делаем сейчас логику, что кто готов инициировать, продвигать и, соответственно, организовывать работу проектов, ради бога, мы сейчас только ищем и только призываем и, соответственно, обучаем этих людей. Я могу сказать, что вот с первых десяток проектов у нас уже выходит именно благодаря нашим директорам, нашим активным работам, нашим представителям в регионах. И вот ряд этих проектов мы уже называли. Это и по Лондону проекты. Вот Алексей инициировал сам проект по Челябинску в Екатеринбурге. Сейчас активно обсуждается проект. Ну, и, как я уже говорил, там Анкара, Хургада, Болгария. То есть это вот мой инициированный проект. То есть это проект активно идет. Есть выход. Дайте вашу почту и скайп. Так, ну, скайп я свой всегда давал. Сейчас я еще раз напишу скайп, поэтому... Так, это мой скайп. Скайп, поэтому... У кого будут вопросы, предложения, всегда пишите. Единственное, друзья, когда даю скайп, я всегда предупреждаю. Есть конструктивные предложения, конструктивные вопросы, я всегда отвечаю. Если мне хотя бы один раз приходит по скайпу реклама, там, предложение куда-то что-то вступить, или что-то там, реклама, ну, там, приглашение в какие-то проекты, я сразу же этот скайп блокирую. То есть для меня это неинтересно. Я готов обсуждать только вопросы, связанные со скайвеем, с развитием скайвея, с проектами, с продвижениями и с тем, что связано с нашей работой. Никакие другие вопросы я просто не обсуждаю, потому что, извините, друзья, просто нет времени и нет желания. Так, ну и, соответственно, если надо, давайте электронную почту. Вот так, это моя электронная почта, соответственно, пишите. Алексей свою почту давал, поэтому, друзья, пишите. Это, кстати, КЛШ будет переводиться из корневой компании ШИП по нашим заявлениям, то, которое мы указываем. Так, ну тут с этим переводом, по-моему, уже вопросы все порешили. Наоборот, я могу сказать, что сейчас активно обсуждается вопрос, и мы также переходим на систему, вот сейчас через какое-то время, на октябрьской конференции мы тоже это будем и объявлять, и продвигаться, что мы с какой-то периодичностью будем акции, которые вы получаете и приобретаете в Skyway Invest Group, они будут конвертироваться напрямую в акции компании. И мы это будем делать с какой-то периодичностью. Сейчас обсуждается, может быть, раз в год, или там раз в полгода, может быть, даже еще чаще, но эта работа тоже двигается, поэтому никакой разницы между акциями Skyway Invest Group, Skyway Capital и своей компании просто не существует. Так, да, отвечает, в адресе, так, в адресе, пропущен, в адресе почты пропущено и, ну, может быть, если я пропустил, сейчас я посмотрю, так, я уже не вижу, она уехала. Ну, друзья, если я и пропустил, значит, прошу меня простить. Давайте напишу еще раз, что так, Gmail, да, gmail.com, да, естественно. Так. Вот так вот, по-моему, правильно, да? Да, так, друзья. Так, ну, мне сейчас, все, кто пишут, я, естественно, добавлю чуть позже, потому что мне уже вот сейчас на Skype скажу порядка, вон, 10 уже запросов пришло, поэтому, друзья, я после вебинара всех обязательно в список добавлю. Так, ну вот, друзья, я считаю, что мы с вами сегодня довольно-таки очень хорошо и плотно поработали. Вопросы, которые в РСВ такие же приливы. Да, Станислав, так сказать, включает. Так, аватарки в Skype нет, я правильно понял. То есть это ваш Skype. Ну, не знаю, аватарка есть там или нет, ничего сказать не могу. Так, друзья, что на сегодняшний момент, и вот с чего мы начинали, и мы на этом будем много акцентировать, внимание, это работа на полигоне, это работа на Марьиной роще, это для нас сегодня, ну, скажем так, полный аналог и полная система, которую можно говорить, то, что делалось в Силиконовой долине в свое время, то, что делалось, ну, вот, как ее принято называть, Кремниевой долиной, то есть целенаправленная такая, целенаправленная работа, связанная с развитием пятого технологического уклада, кремниевых технологий, все, что легло в основу интернета. Сегодня мы работаем на шестой технологический уклад, на Транснет, и, естественно, все, что будет делаться, оно будет делаться в рамках как раз эко-технопарка, который сейчас строится в Марьиной роще, и это все будет делаться на ваших глазах, это все будет делаться с вашим непосредственным участием, и можно еще более жестко сказать, что без нашей совместной работы и каждого из вас это не будет реализовано. Вот, поэтому двигаемся, делаем, и, соответственно, давайте, друзья, подходить к этому уже более профессионально, то есть если вы участвуете в проекте, если вы сегодня тратите свое время, ходите на наши вебинары, участвуете в нашей работе, то эту работу надо вводить на такой серьезный системный уровень, то есть мы будем вводить сейчас такое понятие, как квалифицированный и ответственный инвестор, то есть когда вы инвестируете три месяца, полгода, девять месяцев, год, и, соответственно, каждый определенный период мы будем вводить премию в виде дополнительных акций, потому что для нас очень важно, чтобы поток инвестиций первое шел периодически, то есть, соответственно, мы четко могли планировать, в какое время приходит какой объем инвестиций, и второе, так как количество работ увеличивается, и вы видели, что работы ведутся серьезные, все с увеличивающимися темпами, все большего количества уже и строителей, и строительной техники, и вообще количество выполняемых работ, соответственно, объем финансирования многократно будет увеличиваться, вот прям буквально, прям буквально в ближайшее время. Поэтому, друзья, движемся, делаем, все зависит от нас, как видите, у меня всегда за спиной, мы объединяем мир, строй SkyWay, спасай Россию, и, соответственно, сейчас еще и то, что Алексей говорит, что мы объединяем без конфликтов, без борьбы и без конкуренции, мы делаем то, что надо всем, и, соответственно, наша задача как можно большим количеством сегодня двигаться вперед. Поэтому, друзья, я рад, что вы с нами, я рад, что у нас сегодня получается, и мы движемся, поэтому строй SkyWay, спасай Россию, давайте до следующей среды, Алексея с нами не будет, но мы будем проводить, скорее всего, с Армандом, это нашим партнером и нашим активным из Лондона, который сегодня продвигает именно проект в Лондоне, и я думаю, что еще к нам подключится Игорь Романенко, наш финансовый директор, то есть именно для анализа финансовых тенденций, которые сегодня идут. Все, друзья, всего доброго, до встречи, и удачи всем нам вместе. Игорь Романенко Игорь Романенко Игорь Романенко Игорь Романенко